Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы начинаем новую серию авторской программы «Быть врачом. Привилегии. Помогать и спасать». И я ее ведущая Анастасия Данилочкина. Сегодня гость в нашей студии Камой Эдуардович. Здравствуйте! Добрый день! Кардиохирург, представитель Государственной клинической больницы имени Юдина. Камой Эдуардович, мы начинаем с детства, потому что все наши истоки, как-то вот атмосфера складывается и закладываются истоки в детстве. Давайте начнем с него. Первый раз вообще с медициной я познакомился, наверное, мне было лет пять. Так получилось, я получил травму колена, осколком стекла, и меня оперировали. Травма была серьезная. Была рассечена коленная чашечка, связки коленного сустава и довольно-таки такое сильное кровотечение. И буквально через дорогу мне повезло, у нас был военный госпиталь, и родители, отец на руках буквально меня туда. А где это происходило? Это в Армении, в Ереване, да. Вы родились там? Я там родился. Двое молодых ребят, я очень хорошо их помню. Они меня оперировали буквально сходу, извлекли осколки, зашили, наложили гипс. И мне было уже, наверное, лет девять. Тяжело заболел мой отец. У него было больное сердце, и в первый раз, когда у него произошел инфаркт миокарда, никогда не забуду этот день, это было 2 октября 1993 года, как раз во времена Октябрьского путча в Москве. Мы уже жили в Москве. Скорая его забрала в больницу. Спасибо докторам в то время, непростое очень время, но они поставили отца на ноги. И там впервые встал вопрос о возможной операции. И нам очень помог один профессор, Рудольф Арцрунович Мавсисян, профессор института Бакулева. Он консультировал отца, и тогда я в первый раз услышал название института, в котором… Да, где вы будете учиться, да. Все правильно. И уже с течением времени как-то я ловил телевизионные программы, где выступали известные хирурги. Какие-то операции в прямом эфире, которые показывали сокращающееся сердце. Было очень интересно. Я прям вот переключал, искал, смотрел, и в школьной библиотеке нарвался на книжку. Как она называлась? Первые шаги кардиохирурга. Первые шаги кардиохирурга. Прекрасно. Это Владимир Иванович Бураковский, один из патриархов отечественной кардиохирургии. Его автобиография, где он рассказывал, как зарождалась хирургия сердца, в том числе в институте Бакулева. Это было очень увлекательно. В дальнейшем уже жизнь складывалась таким образом… Она уже была предопределена. Да. Что в нашей школе, обычная городская средняя школа, открывался медицинский лицей. О, вот как. Сначала у нас были подготовительные курсы, и мы сдавали вступительные экзамены. Все было очень серьезно. Принимали эти вступительные экзамены преподаватели. Наверное, уже в УЗА, да? Да, все правильно. Российского государственного медицинского университета. В простонародье второй мед. Второй мед. Второй мед. Второй мед. Вот. Все было очень серьезно. Я успешно сдал эти экзамены и поступил в медицинский лицей, где проучился три года. И параллельно со школьной программой у нас преподавали как раз кафедр второго медицинского института преподаватели, замечательные специалисты. То есть они сразу же растили себе как бы своих тенцов, да? Да. И у нас была привилегия. Мы могли поступить в медицинский институт не в общем потоке, это называлось так. Ну да, это успокаивает, да, как бы уже уверенность. Ну, есть плюс один шанс, да. Плюс один шанс, да, конечно. Плюс один шанс поступить в медицинский институт. Кстати, я, конечно, первым шансом мне не удалось воспользоваться. Мне не хватило... Не получило что-то балла? Одного балла не хватило. Точнее, я ретроспективно понимаю, что, скорее всего, бы хватило этих баллов, но хотелось быть более уверенным. Поэтому я пошел сдавать общим потоком. Уже второй раз? Второй раз, летом, со всеми абитуриентами. Сдал химию на пять и поступил в мединститут. Вот, да. Это была сложная работа, потому что нас готовили очень серьезно. Действительно. Она очень сильно отличалась, программа лицейская от школьной. Было очень более углубленное изучение биологии, химии, физики, русского языка. Ну, мне повезло, я поступил. Вот. Поступил я в 2001 году. 2001 год? Да, 2001 год, педиатрический факультет. Педиатрический. То есть это вы могли бы стать педиатром? Ну, не мог стать. По образованию я педиатр. Да, понятно. Хирургия еще пока... У меня написана специальность педиатрия. Естественно, мысли были только о хирургии, но нет отдельного хирургического факультета. Да. Есть факультет лечебное дело, есть факультет педиатрии и несколько смежных факультетов. А какая специфика? То есть вот лечебное дело и педиатрия, вот здесь вот что разделяет? Какое отличие между этими? Отличие в том, что более углубленное изучение болезней у детей. У детей? Да. Поэтому медбратом вы работали вот как раз в Бакулевском центре, да? Ну, Бакулевский центр после случая с отцом для меня стал какой-то вот меккой. И всегда проезжая на транспорте мимо... С чувством благодарности, да? Сначала мимо, да, корпуса, его называют старый корпус, на Ленинском проспекте. Это историческое здание, где, собственно говоря, был открыт этот институт грудной и сердечно-сосудистой хирургии академиком Бакулевым. А потом уже и дворец на Рублевском шоссе. Вот это гигантское красивое здание. Да. В конце второго курса мой близкий друг как-то невзначаемый говорит, а не хочешь устроиться? Вот предложили в реанимацию медбратом. Я так подумал, ну реанимация, где реанимация, где хирургия? Я говорю, а куда? В институте, по-моему, говорит, Бакулев. Подготовились, с ним купились хирургические костюмы новые, свежие, тёмно-синего цвета. Да, едва нам было по 19 лет. Вот в первый раз мы пришли в это отделение, отделение реанимации новорождённых и недоношенных детей с врождёнными пороками сердца. С врождёнными пороками сердца. Руководила этим. А, педиатрия как раз, да? Как раз, да. То есть у вас немножечко здесь оправдывалось и диплом. Да, это было время такое, пока студенческое, поэтому мы начали свой путь именно с педиатрии. Отделением руководила Галина Васильевна Лобачёва, замечательный профессор, очень красивая женщина, очень настоящий врач. Вот, и она тогда собрала вокруг себя очень молодой коллектив. Это нам казалось, что они взрослые, а сейчас понимаю, что самому старшему на тот момент врачу было 32-33 года всего лишь. Но команда была замечательная. Мы жили, фактически жили на работе. Как и сейчас. Да, мы этому научились именно там. Временами отрывались на учёбу и всё равно приезжали на работу, потому что все очень переживали, все работали очень скрупулёзно. И это, конечно, была школа очень сильная. Вообще не только медицинская, но и она научила нас всех ответственностью, в первую очередь, за свою работу. И это было чудесное время. Мы все были. Вспоминаете, вы до сих пор были в глазах и объявились сердцами. У многих пути разошлись в плане профессиональной деятельности. Кто-то ушёл в одну клинику, кто-то в другую. Но мы до сих пор общаемся. То есть сложилась какая-то медицинская семья, да? Ну, у меня и там сложилась не только медицинская семья. Собственно, да, и личная семья там встретила свою супругу и друзей. Очень много друзей. Работа была интересная, очень интересная. Работа была очень тяжёлая. Она была связана вот с детьми, да? То есть в основном это дети. Это недоношенные и новорождённые дети с врождёнными породами. Да, к сожалению, бывает так, что природа не до конца завершила развитие сердца у ребёночка. И ребёночка рождается с пороком разной степени сложности. А почему это происходит? Вот вы как специалист, что можете сказать? Или это тайна, куда нельзя вникать? Мы не знаем, что происходит. Мы не знаем. На самом деле, где-то это генетические какие-то мутации, где-то это влияние каких-то инфекционных заболеваний у родителей, где-то это наследственный фактор, плохая среда. То есть вот эти 9 месяцев созревания плода, может вот всё, что угодно случиться, да? Абсолютно. Может вот где-то быть такая точка, на которой пойдёт что-то и так. Чем позже формируется порог сердца, тем его легче лечить. Да? Да, потому что есть такой биологический закон, когда онтогенез повторяет филогенез. То есть развитие сердца внутриутробно, оно повторяет все этапы развития биологических видов. То есть сначала формируется сердечная трубка, потом она начинает в нескольких плоскостях изгибаться, формируются перегородки сердца. И вот на каком этапе остановится вот это развитие... Не понесная, да, эти законы, что это там происходит? Да. На каком этапе остановится, такой врождённый порог в итоге и получится. А это лечится? То есть это возможно какие-то... Я повторюсь, что если это происходит на поздних сроках, на поздних стадиях, тем проще, тем сформирование, не проще, это неправильное слово, тем сформирование сердца, и естественно, тем меньше каких-то хирургических манипуляций может понадобиться, чтобы ребёночка спасти. А как ведь оно такое маленькое, это сердечко, да? Да, да. Как с ним работать? Это удивительное. Это ювелирная работа, это очень серьёзная работа, и те мои коллеги, которые занимаются именно врождённой патологией, это удивительные люди. Все до единого. Я очень был счастлив, что мне вообще удалось это увидеть, к этому прикоснуться и поработать вот этих вот, не побоюсь этого слова, настоящих героев. Потому что каждый день они приходят, и они пытаются исправить то, где ошиблась природа. Да. И чем дальше, тем успешнее это им удаётся сделать. Вы с вами сколько провели таких операций? Я детей не оперировал. А, вы просто были свидетели этих чудес? Да, конечно. Мы работали в реанимации, занимались в 90% нашей работы. Это был послеоперационный уход. Уже послеоперационный? Послеоперационный. Я, если не ошибаюсь, даже диссертация у вас, да? Хирургическая, как бы вот идёт... Нет, у меня... Профилактика. Хирургическая профилактика, да? Не зря. Они немножко, ну, в принципе, да, это... Ну, близко что-то, да, вот к этой теме, к этой реанимации? Вряд ли это близко. Это тактическая работа для профилактики осложнений уже доступов к сердцу послеоперационных. Ну, тогда ещё до диссертации это далеко? Далеко было, да. Потому что 12-й год, а мы сейчас пока с вами где-то 2003, да? В 2003 мы пришли до института Бакулева, и в 2007 году я закончил своё обучение в университете, получил диплом, уже поставил вопрос о получении постдипломного образования, это ординатура. Ординатура. Да, и, конечно, у меня уже вопросов не было, какую специальность выбрать я. Кардиохирургия. Кардиохирургия. А вот стажировки у вас очень интересны. Это и США, и Южная Корея, и Бельгия. Это что за этапы вашей жизни? Вообще это обучение в первую очередь. Общение с коллегами – это в первую очередь обучение. В этом помогают не только книги, не только журналы, не только какие-то руководства. Банально мы живём в 21 веке YouTube. Ты можешь посмотреть, как делалась операция в руках хирургов в 70-х годах, есть записи. Да, уникальное время. Это очень интересно. Ты не мог быть свидетелем этого времени, этих операций в то время. Но у тебя есть сейчас возможность посмотреть, как оперировали старшие коллеги, основоположники. Это очень интересно. Как он держит инструмент? Какой он шов накладывает? Почему именно такой шов? Почему в этом месте? Это часть обучения. Я слышала от хирурга такое выражение, что каждый вяжет по-своему, что это уникально, как и отпечаток пальцев. Есть стандартные, классические. Да, классические. Стиль, как у художника, почерк. Да, это так? Да, это так. Не только вяжут узлы. Как держат инструменты, как накладывают швы. Некоторых сравнивают, как на скрипке играет. У кого-то это выглядит чуть-чуть, может, грубо, но на самом деле очень точно. Каждый индивидуален хирург. И чем больше ты смотришь, как коллега оперирует, тем больше каких-то моментов мелких, которые знакомы только специалисту узкому, которые ты можешь оценить и перенять. Понятно. Да, обязательно. Что для вас такой пример? Чем рукам вы как бы поклонялись? Очень много было. В том числе и благодаря тому, что я работал в институте Бакулева и в дальнейшем в институте Вишневского. Мы отдельно поговорим о Вишневском. Да, на моем пути было очень много замечательных хирургов. Вы просто смотрели и брали что-то свое. Смотрели и брали свое. В институте Бакулева. Что не фамилия, то легенда. Да, конечно. Начинают от Лео Антоновича Бакерии. И коллеги, которые, старшие коллеги, которые оперировали детей. Это Абрамян Михаил Арамович, Рубен Рудольфович Мавсисян, Алексей Иванович Ким, Владимир Николаевич Ильин. Это, ну, мы когда были вот еще студентами, мимо нас они проходили, мы, конечно, вот с придыханием. С придыханием, конечно. Давид Олегович Берешвили, он замечательный тоже доктор. И когда ты к ним подходил, просил, можно посмотреть, может, поучаствовать. Может быть, поучаствовать, посмотреть, как легенда работает. Удавалось это, да? Да, конечно. Коллеги старшие никогда, в принципе, не отказывали. Делились всегда с опытом, и это нормально. Так должно быть. Потому что до тебя кто-то был, и после тебя кто-то будет. А надо передавать этот путь. Нельзя останавливаться. И потом, когда я перешел уже, мои взгляды перешли в сторону уже взрослой хирургии, это, конечно, в институте Бакулева наш руководитель Вадим Юрьевич Мерзляков, замечательный кардиохирург с великолепной техникой хирургической, эрудит хирургической. У него есть чему поучиться, и мне повезло, что я попал к нему в отделение. И, конечно, институт Вишневского. Да. То есть вот ученик, он должен, как вот я слышала, среди врачей ходит такая как бы негласное правило или девиз, что ученик должен оперировать руками учителя. То есть ты как бы должен его вот, ну не то что повторять, и повторять тоже, и в то же время быть с ним вот в синхронности, должен его руками уже делать. Хирургий же это процесс этапный. Этапный. Да, то есть есть этап доступа, есть этап основной, то что называется, этап закрытия раны. В кардиохирургии добавляется этап, он же основной, искусственного кровообращения, подключение аппарата искусственного кровообращения, когда ты уже его отключаешь, когда сердце уже не повелось. Ой, это мое дело. Это очень интересно. Это очень интересно, это очень красиво, и это, конечно, завораживает. И вот каждый какой-то этап, ты смотришь, как кто-то из старших коллег, не обязательно профессоров, а молодые тоже ребята, которые просто раньше тебя туда пришли, что-то уже умеют. Ты смотришь и учишься. И он тебе рассказывает. А тебе что-то непонятно, тебе хочется что-то более углублённое, ты уже к профессоре. То есть у хирурга-врача очень важен вот этот накопительный этап обучения и накопления знаний. Накопление, анализ полученного знаний, почему в каждом конкретном случае именно так поступает хирург, почему кто-то поступает так, а кто-то по-другому. Анализируешь, выбираешь свой метод, который уже в дальнейшем со своим опытом приходит. Но надо знать, чем больше знаешь, тем безопаснее это для пациента. Да, понятно. То есть хирург – это очень ментальная работа. Тоже постоянно анализировать, размышлять, делать выводы. Как только ты посчитаешь, что ты уже умеешь всё… Ну, это заблуждение. Это надо останавливать. Вот это тот день, когда надо положить скальпель и выйти. Это понятно, да. Ну, хорошо. Давайте тогда о Вишневском поговорим. Потому что это, значит, 2009-2013 годы, когда вы там обучаетесь. Ну, началось всё равно с института Бакулева. Я закончил обучение в ординатории, и уже надо было двигаться дальше. Я начал искать работу. Да, и мне хотелось именно работать. Я подумал, что успею ещё заняться наукой. Так получилось, что у нас был мой друг по ординатории, на год старше меня. Он устроился работать в институте Вишневского. А у вас всегда так в судьбе кто-то вас ведёт, кто-то появляется и ведёт вас по пути. Это очень как-то всё выстраивается. Когда анализируешь уже ретроспективно, ты понимаешь, что, наверное, так должно было быть. То есть всё должно было быть так и только так. Я искал. Поиск работы – это такой трудный путь. И вспомнил, позвонил ему, я говорю, Тимур, ищу работу. Нам как раз нужен, наверное, человек. Давай я поговорю с профессором. У нас формируется молодая команда. Наверное, нам нужен ещё один человек, потому что рук не хватает. А на этот момент вы имели уже специализацию сердечно-сосудистой хирургии. Я выпустился из ординатуры, получил сертификат специалиста. И вот имел право работать. Ну, претендовать уже на работать кардиохирургом. Кардиохирургом, сердечно-сосудистым хирургом. Как факультет этот назывался в институте Вишневского? Это не факультет, это отделение. Отделение. Отделение, да. Факультет. Это на Западе называется департмент. Департмент. Да, да. Отделение кардиохирургии. Надо сказать, что это первое отделение в Советском Союзе. Первое отделение хирургии сердца. Хирургии сердца. Прекрасно. Красиво звучит, да? Да, потому что именно Александр Александрович Вишневский в 50-х годах выполнил первую операцию с искусственным кровообращением в Советском Союзе. Да. Поэтому он... Даже сохранилась хроника, где вот он делает эту операцию. Конечно. Легендарно. Вот. И, естественно, когда ты увлекаешься историей кардиохирургии, когда ты весь в этом... Весь в этом, да. Ты идешь к этим истокам. Вишневского это было то же самое, вот когда я в студенческое время попал в Институт Бакулева. Это было для меня очень... Тот же экстаз такой. Очень волнительно, да. И коллега поговорил, Тимур, мой друг, он сейчас работает в Австралии хирургом. Приходи, у нас сформируется молодая команда, и будет интересно. Поговорил с профессором, заведующим отделения. На тот момент Александр Николаевич Коростылев. Замечательный хирург. Интеллигентнейший человек. Эрудит. Как раз застал то время, когда работали патриархи. Когда были патриархи, да. Вы поступили туда? Вот что нужно, чтобы попасть в Институт Бишневского? Нужно было пройти собеседование. Собеседование. Да. Сначала первый этап это вот Александр Николаевич Коростылев. Мы с ним побеседовали, какие-то приоритеты определились. И второй этап был знаком с Владимиром Ильичем Федоровым. А, Владимир Ильич Щедоров. Да. Легендарная личность. Он как раз был директором. Да. Но он этого слова не любил. Не любил. Очень сильно не любил, когда его называли директором. Особенно, когда ты просил его проконсультировать, посмотреть и с ним советовался. А потом на конференции, если ты скажешь, что пациент консультирован директором института Владимир Ильичем Федоровым. Он мог пожурить за это. Как он любил, чтобы к нему обращались? Он себя в первую очередь считал не администратором, а врачом. Врачом. Вот. И вызывал-то его на консультацию не как директора института. А как специалист. А как специалист, как врача с большим, действительно с большим опытом. Его очень так степлом описывают, кто его знал. Вот это его академизм, порядок, чистота. Чистота. Добросовестность, честность. Строгий, но добрый взгляд. Строгий, но добрый. Всегда в белом халате, всегда в строгой шапочке. Да, все так описывают. Но при этом он был очень... Никогда не ставил кого-то выше или ниже. Он был очень справедлив. Он был очень требователен по отношению к работе. Собственно говоря, об этом мы с ним в первый день беседовали во время. Приема на работу. И он всегда готов был помочь. Всегда. Ну, не зря же его удивится, если не может кто. Да. И когда были интересные случаи, он их не пропускал мимо. Абсолютно. Всегда был готов помочь, спасти. И помочь, и спасти. И он интересовался. Вроде как, ну, уже человек достиг всех легалий в хирургии, которые может достигнуть хирург. Это был главный хирург Российской Федерации. Да. Да. Академик. Академик, профессор. Профессор. Заслуженный там деятель науки. Все. Ну, казалось бы, высота уже, да? А вдруг вот краешком уху он услышит какой-то синдром? Он говорит, ну-ка, ну-ка, давайте-ка, ну-ка, расскажите нам, что там. То есть, постоянно такая любознательность, открытость к миру. Да. И он плюс основной был в Институте Вишневского в том, что у нас не было каких-то, вот конференции всегда были общие. Да, ежедневные общие конференции, где были абдоминальные хирурги, сосудистые хирурги, кардиохирурги, таракальные хирурги, комбустеологи, то есть специалисты, которые лечат ожоги, реанимация, анестезиология, биохимия, патонотомия. Все, это была общая конференция, и мы все коллегиально обсуждали любой случай интересный. И могли задать вопрос кардиохирурги, абдоминальным хирургам, абдоминальные хирурги, там, я не знаю, таракальным хирургам. И это, конечно, в коллективе, коллектив развивался в этом плане. Конечно, обмен. Обязательно. То есть Институт Вишневского приведу, да? Да, дисциплинарный подход в Институте Вишневского, он был, конечно, очень интересен, особенно для молодых ребят. И Владимир Дмитриевич, он как бы это все поощрял, и благодаря ему это все как бы воцарялось. То есть это была какая-то внутренняя традиция Института. Это было хорошее время, и там, конечно, работали легендарные, хирурги, Сан Саныч Вишневский-младший. Вы видели? Вот, видел и работал, и даже за операционным столом с ним стоял несколько раз. Это очень... Это был мастер. Наверное, одно из ярких впечатлений, да? Это был мастер. Академик Арнольда Рамча Дамян. Очень хороший хирург, очень теплый человек, одаренный не только в хирургии, он писал замечательные стихи, он рисовал картины, книги писал. Художник, поэт, то есть был так многогранный. Он рассказывал, что у него после школы был выбор поступить в консерваторию или в медицинский институт, и это здорово. Анатолий Владимирович Покровский. Покровский, конечно. Да, Академик Покровский. А вот вы видели труд этих гениев, не побоюсь этого слова, и высокопарности. А что-то вот чем-то отличалось, какая-то уникальность? Спокойствие всегда. Спокойствие. То есть люди знали уверенность от наших знаний. Абсолютно. Да? Правильно? Они были уверены, не боялись ошибаться. Владимир Владимирович, он мог спокойно сказать, а я не знаю, что с больным, давайте подумаем вместе. Кого мы можем еще привлечь? Что мы еще можем сделать, чтобы прийти к определенному решению? И так ничего не стоило подойти молодому доктору к Сану Санычу Вишневскому, сказать, Сану Санычу, нужно ваше мнение. А вот ваше мнение, я так считаю, да? И в том числе, обоснуй, сказал бы он, обоснуй. Если у тебя есть обоснование, вот может согласиться с тобой. А может посоветовать. Но никогда там не было какой-то травли, какой-то передергиваний в плане, ты молодой, ты еще ничего не понимаешь. То есть было уважение. Да. Такого никогда не было. Наоборот, если огонек у тебя в глазах горел, тебе все готовы были помочь. Это было здорово. Удивительное место вот при Федорове. За забор, когда заходишь, вот на Большая Серпуховская, дом 27. Я знаю, о чем вы говорите. Там совершенно другой мир. Ты как будто попадаешь в иную вселенную. Вы защитили там диссертацию, да? Потому что 12-й год. В 12-й год надо было уже название работы. Хирургическая. Давно это было уже. Хирургическая профилактика осложнений срединной эстернотомии после операции на сердце. То есть срединная эстернотомия – это основной доступ. То есть не сама операция, не какие-то операционные случаи. Этап, который может привести к плачевному, очень тяжелому, который очень тяжело поддается лечению. Осложнению такому, как медиастенит. Это воспаление грудиной кости, грудины. То есть это неудачно проведенная операция, или это в организм так себя повел? Нет, не обязательно. Есть факторы как со стороны хирурга, как и со стороны пациента. Но это врачебная ошибка? Нет, ни в коем разе. Нет, нет. Это любая рана, без разницы, где она сделана, имеет право нагнаться. Абсолютно. Моя задача была попытаться снизить риски воспалительных изменений после операции. Тем более, чтобы был накоплен очень большой опыт в отделении раны раневой инфекции, в отделении теракальной хирургии под руководством Александра Александровича Вишневского. И у нас была такая вот работа совместная, и он занимался уже как раз осложнениями, а мы пытались этих осложнений не допустить. А в чём заключается профилактика? Применение различных методов ушивания грудины. То есть путь к сердцу человека лежит через распрохгрудные клетки. Существуют различные методики сшивания грудины. Это остеосинтез называется, то есть сшивание кости. Основным методом является использование стальной проволоки, специальная стальная хирургическая проволока. Есть методики ушивания специальными нитями, специальной леской. А более современной технологии что-то добавило здесь? Да, вот как раз мы на тот момент применяли, и сейчас очень успешно применяются специальные фиксаторы грудины из такого интересного сплава никелит-титана. Да, это сплав, так называемый металл, с эффектом памяти формы. То есть при определенных температурах металл становится мягким. Когда температура меняется, металл принимает исходно заданную форму. Да, и при помощи этих вот скоб мы сшивали грудины. Мы не первые, но у нас был довольно-таки весомый опыт, который мы и решили проанализировать. Ну да, сердечко, оно уже прячется. Чтобы туда добраться, нужно раскрыть тело. Ну что для вас это кровь? Вот эта жидкость такая. Вот как вы себе это объясняли? В детстве или уже сейчас? Это же не просто кровь? У меня никогда не было страха перед кровью. Это же не просто жидкость, которая окрашена красным цветом. Нет, это орган. Кровь – это орган. Кровь – это орган? Да, ну на самом деле это не совсем точно орган. Это ткань. Ткань жидкая такая. Текучая. Да, текучая ткань, где есть свои клетки, есть свои законы, есть очень много факторов, которые до сих пор до конца не изучены. Функций у крови, как у ткани, множество. Перечислите, очень интересно, хотя бы несколько. Самое основное – это транспортная функция. То есть транспорт питательных веществ и кислорода. И кислорода. Да, ишемическая болезнь сердца или любого другого органа, как раз это недостаточный обмен, недостаточный транспорт крови и транспорт вот этих питательных веществ, в первую очередь кислорода. Это и есть ишемия. Кстати, в гуморальную теорию хорошо вписывается, там же как считалось, что если жидкости много или что-то нарушается этот баланс, то происходят все болезни, поэтому спускали кровь. Да, ну это Древняя Греция, это Средние века, вплоть до 17-го, наверное, все-таки века. Но что-то все-таки были там догадки этих умов? Я думаю, да. Я думаю, что какие-то догадки были, просто, во-первых, не все публиковали свои догадки. Во-вторых, что-то могло быть утеряно. И, в-третьих, догма. Ведь предложенные мысли Клавдием Галеном в церкви были приняты как табу, и это нельзя было нарушать, нельзя было вскрывать. Ну да, тайные, божественные, здесь нельзя поучить. На протяжении практически 15 веков. И с открытием уже венозных клапанов, с открытием движения крови. Ведь считалось, что левые отделы, они пустые, они разносят душу по организму. То есть строение сердца, да? Да, существует левые отделы сердца и правые. В древности считалось, что нет, и только в 17 веке получается, что человечество пришло к пониманию того, что это не отдельные системы, это две последовательные системы, правое и левое сердце, да, то есть большое и малое круговое обращение. И они между собой соединены с капиллярами. Это уже дальнейший был шаг открытия строения сердечно-сосудистой системы. Для вас это, наверное, целая планета сердца, да? Непознаваемое причем. Или вы уже как хирург знаете его? Да нет. Ошибленность. Мы знаем анатомию сердца. Анатомию, только анатомию, но не его закон. Сердце, если по-простому, это мышечный насос. Мышечный насос, да? Мышечный насос, который начинает работу свою еще в утробе матери. Это удивительно сильная мышца. Вот когда ты держишь человеческое сердце в руках во время операции, оно сильно, это впечатляет. Еще. Да. Но дело в том, что законы, несмотря на то, что мы умеем сейчас практически с хирургической точки зрения лечить большинство заболеваний сердца. Но иногда оно решает само, заведется оно или нет. Каких-то знаний пока что не хватает. И, конечно, мировое сообщество, оно работает над этим. Наука и коллеги начинают предлагать новые методы вспомогательного кровообращения, чтобы дать сердцу немножко отдохнуть. И в надежде, что в дальнейшем оно сможет уже вернуться к своей обычной работе. Либо дотянуть до момента, когда ты уже понимаешь, что это сердце никогда не заведется довести пациента до трансплантации сердца. Это так называемый мост к трансплантации сердца. Каждый день в различных направлениях нашей работы, и в приобретенных пороках сердца, и в ишемической болезни сердца, и в хирургии сердечной недостаточности появляются какие-то новые идеи, новые мысли. И это здорово. А вы в ваших операциях останавливали сердце и запускали, да? То есть это суть вашей работы, по сути? Всё зависит от той операции, которую ты выполняешь. Есть операции, которые не требуют подключения искусственного кровообращения. Это можно сделать на работающем сердце. Даже операция аорт-коронарного шунтирования, она выполнима как в одном виде, с остановленным сердцем, так и совершенно успешно выполняется на работающем сердце. Аппарат искусственного кровообращения просто в уголочке стоит, наготове. А как вы останавливаете этот насос? Есть такое словосочетание. Паралич сердца. Потому что он звучит как кардиоплегия. То есть это специальные растворы на основе ионов калия с добавлением различных компонентов. И во время подключения искусственного кровообращения пережимается восходящее отдел аорты специальным зажимом и перекрывается кровоток в сердечной мышце. То есть мы полностью перекрываем. А как же человек при этом живёт? Вот. И человек может прожить при таком пережатии буквально несколько минут. Несколько минут всего даёшься, да, врачу? Да, уже потом возникают необратимые изменения. И вот учёные пришли к таким заключениям, что если вводить в коронарное русло специальные препараты, которые останавливают сердечную деятельность, а если сердце стоит, то ему не нужно в этот момент столько кислорода. Почему? Потому что кислород тратится тогда, когда мышца работает. Если мышца в этот момент не работает, она в меньшей степени не нуждается в кислороде и в других питательных веществах. И вводится специальный консервирующий, скажем так, раствор, который называется кардиоплегический раствор, который охлаждает сердечную мышцу. К этому очень долго шли и поняли, что низкие температуры защищают... Экономический режим такой, да? Фактически, да. И вы выигрываете какие-то минуты. Компьютерный режим называется холд-режим. И вы выигрываете какие-то минуты, да? Вплоть до трёх часов. До трёх часов. Да, да. Потому что некоторые большие реконструктивные операции могут потребовать длительного времени. Но сейчас уже кардиохирурги научились останавливать сердце на большее количество времени. И это позволяет практически сделать любую операцию. Вплоть до того, что есть методика так называемого циркуляторного ареста, когда кровообращение останавливается в организме вообще. Вообще? Вообще. Что происходит с человеком в этот момент? Это кукла? Значит, фактически это анабиоз. То есть, это смерть. Такая в кавычках. Пациент охлаждается до 24 и даже иногда ниже градусов. И для выполнения какой-то манипуляции мы должны остановить полностью кровообращение. И в этот момент останавливается аппарат искусственного кровообращения. И в среднем где-то 30 минут плюс-минус есть время для выполнения какого-то этапа. Для манипуляции хирургических, да? Да, какого-то этапа операции. И потом потихонечку анестезиологи и специалист, который занимается искусственным кровообращением, это отдельная специальность, очень интересная перфузиология. Начинают согревание больного и... Размораживание по-другому. Фактически, да. Так оно и и здесь, конечно, очень большие шаги сделали наши коллеги-анестезиологи-реаниматологи. Собственно говоря, развитие всей кардиохирургии, оно шло в ногу с развитием анестезиологии и реанимации. И здесь... Ну, вы в дуэте, получается, работаете друг без друга практически даже, наверное, не существует. Это абсолютно должно быть полное понимание как анестезиолога с хирургом, как со стороны хирурга с анестезиологом. Это тандем очень важен. Это парные такие, да? Абсолютно. Тандем, да. Здесь трое. Тут еще и специалист-перфузиолог. Нам повезло, в нашей клинике, в больнице Юдина, у нас все анестезиологи, они же и перфузиологи, они же и реаниматологи. И это очень важный такой тонкий момент, когда они взаимозаменяемы и разговаривают все на одном языке. Это очень важно. И вот все смотрят в одну сторону. Да, в сторону... Ну, только так и можно помочь человеку? Да, да. И это очень важно, когда ты каждый день с этими людьми общаешься, ты их видишь чаще, чем собственную семью. И здесь это взаимопонимание, какая-то банальная поддержка, анекдот с утра. Это очень важно. Понимаю. Потому что если человек, который пришел с тобой работать, зайдет хмурый, в своих мыслях, какой-то загруженный, не будет этого взаимопонимания. Он может там мимо ушей что-то пропустить. У нас этого нет. Мы всегда вот вместе там что-то на телефоне можем показать, какую-нибудь смешную картинку, да, там, поделиться какой-то новостью. Это очень, на самом деле, это очень важно в операционной. Когда... Вы должны думать одинаково. Абсолютно. Слышать, чувствовать. И отзыв вот этот вот очень важен. Нету главного в операционной. Главного в операционной на столе лишь этого. И вся эта работа должна быть направлена на... Его спасение. В первую очередь, его спасение. Потому что именно кардиохирургия – это хирургия спасения, в первую очередь. Это не эстетическая, скажем, медицина, когда ты помогаешь человеку совершенно в другом. Здесь ты действительно... В прямом смысле спасаешь ему жизнь. История хирургии сердца. Расскажите. Во-первых, это самая драматичная хирургия. Почему? Потому что вплоть до конца 19 века вопроса о хирургии сердца не стояло. И доктора считали, что сердце неприкосновенно. Были какие-то отдельные сообщения о попытках ушивания ран сердца или сердечной сумки. Но вопрос о каких-то уже конкретных операциях не стоял. С середины 20 века началось это с экспериментальной хирургии. И это конец 30-х, начало 40-х. И хирургия сердца была делом очень опасным. До практически 90% летальных исходов при вмешательствах на сердце. То есть это риск колоссальный. И это был, в то время это был колоссальный риск, и тех хирургов, которые решались на это, даже коллеги отговаривали. То есть идти на верную смерть, наверное, не смогли. Абсолютно. Потерять и пациента, и уважение своих коллег. И первооткрыватели хирургии сердца, которые решались на это, это, конечно, удивительные были люди. Которые смогли взять на себя такую ответственность, риск. Ответственность. Мысль хирургическую. Потому что, скажем, та же история развития хирургии врожденных пороков сердца началась с идеи очень красивой женщины-кардиолога, которая занималась лечением как раз вот синих мальчиков с заболеваниями, таким как самое основное, известное на слуху, это Татрада Фало. И она пришла с предложением к хирургу, Альфред Блэлок, и они вместе разработали в эксперименте сначала, разработали операцию, которая прямо на столе, операционном переводила синий порог практически, кожа разовела прямо на столе, и, по-моему, 38-й год. А в чём патология? То есть, почему этот синюшний цвет возникает? Дело в том, что кровь смешивается. Так. Из-за наличия стеноза клапана лёгочной артерии, то есть, на выходе справа желудочка сужения, наличия большого дефекта межжелудочковой перегородки, то есть, это перегородка между левым и правым желудочком, не должно быть никаких отверстий. Оно должно быть полноценной перегородкой. То есть, всё смешивается как коктейль. Абсолютно. В принципе, да, условно говоря, именно так. И кровь, ещё не обогащённая кислородом, попадает в большой круг кровообращения. И кожа приобретает синюшный оттенок. Такие вот губки у малышей, синие ушки, носики. Вот. Они так и называются, синие мальчики. Вот. Так. И это была революция. Конечно, потому что долгое время он работал, он надумал совместно со своими ассистентами. Они разрабатывали, как можно вернуть кровь, обогащённую кислородом в общий кровоток. И это им удалось. И, конечно, это была фантастика. Первый порог, который был оперирован, это перевязка артериального протока. Потом хирурги начали думать в сторону более сложных каких-то вмешательств. И им нужно было время для того, чтобы добраться до какой-то патологии и исправить эту патологию. Здесь, конечно, работали и наши отечественные хирурги, экспериментаторы, и зарубежные пришли к выводу о необходимости какого-то инструмента, который бы позволял на время отключить сердце от общего кровотока. И здесь бурное развитие после изобретения аппарата искусственного кровообращения. Потому что ещё в 30-х годах в нашей стране были предложены такие аппараты, учёный по фамилии Брюханенко, его первый автожектор так называемый, позволял это делать в эксперименте. А до этого это не существовало? Нет, даже мысли не было, что можно что-то такое предложить. И первые вот эти эксперименты, конечно, на собаках. Почему кардиохирурги к собакам очень тепло относятся? Потому что... Они вам очень помогли. Они не нам помогли, они помогли пациентам. Нам, точнее, нам, пациентам. И уже в дальнейшем, когда... Почему я называю это драматичная история, когда первый уже полноценно оперированный пациент выжил в условиях искусственного кровообращения. Но хирург, который предложил эту методику, прооперировал ещё ряд, несколько, сделал операции, и все больные погибли. И он навсегда отказался от хирургии. То есть, первый случай удачный, а все последующие со смертельным исходом. Всего шесть. А почему это произошло? Потому что не было совершенного... Вот процесса, да. Как осуществить кровообращение, как... Ведь что такое аппарат искусственного кровообращения? Что это такое? Это замена, в первую очередь, лёгких и сердца. Потому что должен осуществляться газообмен. Мы из организма забираем венозную кровь, насыщаем в аппарате кислородом и возвращаем обратно. Да. И вот устройство, которое насыщает венозную кровь кислородом, превращая её в артериальную, называется оксигенатор. И вот этот оксигенатор у этого доктора был не очень совершен. Это были первые шаги. И он навсегда отказался. И уже потом были предложены методы. Был такой... Он основоположник, Уолтон Лилехай. Он предложил использовать вместо этого оксигенатора организм родителей. То есть кровь от ребёнка забиралась... Как донор, да? Абсолютно. При помощи аппарата. Нет. Это не прямая? Это аппарат. Он забирал венозную кровь. Лёгкие мамы или папы насыщали кровь кислородом, и эта кровь возвращалась ребёнку. И это очень опасная ситуация, потому что можно потерять и ребёнка, и маму. Но тем не менее он сделал ряд этих операций, он сделал довольно-таки успешно на тот момент. И уже пришли к выводу, что нужен оксигенатор. Это удалось создать пузырьковый оксигенатор. Основные работы у патриарха американской кардиохирургии был такой Кирклин, великий учёный и популяризатор метода искусственного кровообращения. Он совершенствовал аппарат искусственного кровообращения. И в первую очередь оксигенатор, так называемый пузырьковый. И хирургия сердца начала развиваться очень бурно. Во всех направлениях. И основные все операции, бурное развитие, популяризация этих операций – это 60-е и 70-е годы. И здесь имена, конечно, великих кардиохирургов, которые и наших, и зарубежных работали все параллельно. И много у нас имён очень известных, в том числе в мире. Это Владимир Иванович Бураковский, это профессор Амосов, академик Амосов, это академик Мишалкин в нашей стране, Леонид Антонович Пакерия, академик Подзолков. То есть это сравнительно недавно, да? То есть это такое вот резкое развитие. Хирургия сердца меньше столет. Меньше столет. Какой взлёт просто. Там произошёл взрыв. Вы добрались прямо до источника жизни. Как только учёные смогли осуществить переход вне организма венозной крови в артериальную, это произвело бум. Конечно, в хирургии сердца. Революция, хирургическая революция. Это настоящая революция, да. И в медицинском сообществе обсуждался вопрос, почему тем первооткрывателям искусственного кровообращения не присудили Нобелевскую премию. Да, почему? До сих пор не знаю. Надо у Нобелевского комитета спросить. Это всё впереди. Нет, это уже не впереди, потому что там, по-моему, есть правило, что кто-то из этих основателей должен быть жив на момент присуждения премии. Ну, вы тогда несёте эту премию. Вы отдаёте себе отчёт этому открытию. Да. Если бы не оно, сейчас не оперировали так. Абсолютно. Конечно. Конечно, именно изучение истории кардиохирургии, оно зажигает в сердцах молодых хирургов вот этот огонь. Потому что это действительно очень интересно, как старшие коллеги потихонечку преодолевая жуткие сложности. С потерями. С потерями колоссальными. Даже история открытия ангиокардиографии очень интересная была. Был такой врач-уролог. Он основоположник всей рентген-эндоваскулярной хирургии в принципе дальнейшем. Врач-уролог, он ввёл в свою вену мочевой катетер, фолея так называемый. Сделал рентгеновский снимок. За что его выгнали из клиники буквально. Через 20 лет он получил за это открытие, что можно пройти через вену до сердца и сделать снимок. И это основа диагностики в то время. Патологии сердца. То есть без разреза. Абсолютно. Через вену, через сосуд. Вот он проник в сердце и сделал рентгеновский снимок. Это то, чем занимается сейчас эндоваскулярная хирургия. Абсолютно. То есть это была первая ангиокардиограмма рисунок сердца. Удивительно. То, что тогда казалось фантастикой, сейчас это, слава богу, рутина. Это не рутинно. То, что вы рассказали, что вы запускаете сердце. Я имею в виду, это рутинно выполняемая операция. И запускаете. Да. И те люди, которые 60-70 лет назад были обречены, сейчас продолжают. Быть спасены и качественной жизни. Спасены и вести здоровый, качественный образ жизни. Качественный образ жизни. Это очень важно. Это сохраняется за человека. Но разве это не чудо? Чудо. А почему тогда к сердцу поэты, философы, художники причисляют любовную функцию? Что сердце отвечает за наши чувства. В сердце говорят, да? Я люблю тебя. То есть и сердце. Почему вы как врач-кардиолог? Ну, потому что, когда ты видишь любимого человека, или когда ты, вот где-то сердце замирает, да, вот. Но это же насос, чисто анатомически. Или нет? Нет, он не насос. Не насос? Насос обладает и гуморальной регуляцией, и нервной регуляцией. Естественно, выброс каких-то гормонов, и в первую очередь гормонов счастья, оно отражается на работе сердца. Поэтому мы это чувствуем. Когда нам хорошо, сердце хорошо сокращается, оно быстро сокращается. Когда мы волнуемся, когда нам страшно, оно замирает немножко, какие-то другие процессы включаются. То есть любовь, она живёт в сердце? Я говорю, она сильный орган, но очень чуткий орган. Очень чуткий орган. И любовь там живёт? Конечно. Обязательно. И любовь, и... И все наши переживания. И переживания, и опыт. Я всегда у родственника спрашиваю, каким вы, ну, своего папу, дедушку, или маму с бабушкой, какие они были люди до операции? Зачастую, особенно при ишемической болезни сердца, когда мы говорим, что рубцы, это очень активные люди, очень переживающие эмоционально. Всё. Это такие вот, что называется, живчики. Зачастую у этих людей из-за сильных эмоций, сильных переживаний сердце, оно такое... Расплачивается, да? Да. Потому что за всё в нашей жизни в первую очередь мы расплачиваемся своим собственным здоровьем. И своим собственным сердцем. В первую очередь. В первую очередь. Центральный орган, конечно. Хорошо. А что бы вы пожелали нашим зрителям, как вот кардиохирург, человек, который отвечает за сердце, видел его изнутри, знает его работу, останавливал его, запускал его? Вот что нужно? Ведь не любить мы не можем. Мы чувствуем, мы будем переживать. Вот чтобы сохранить этот важный такой орган. Посоветуйте, дайте какие-то... Знаете, я не буду, наверное, рассказывать какие-то вот такие советы давать. Заниматься спортом, правильно питаться. Это не работает. Это всё важно. Нет, это работает. На самом деле это работает. Работает. Но оно будет биться ровно столько, сколько ему положено. А если какие-то ошибки, приходите, всё. Попытаемся мы вам помочь. Пытаетесь вылечить. У нас есть врачи, которые нам помогут. Да. Живите полную жизнь. Она единственная. На полное сердцебиение. Не бойтесь его стука, не бойтесь его ритма. Абсолютно. Этого боец не надо, этому надо радоваться. Есть пациенты, которым мы имплантируем механические клапаны. Они шумят. И слышно иногда, как они тикают. Я говорю, слушайте этот звук. Это звук вашей жизни. Это звук жизни. Так и сердце бьётся. Говоря с вами, оно бьётся. Я тоже слышу его ритм. Постоянно. Это и есть музыка жизни. Пусть оно бьётся. Это да. Как можно дольше. И вы даёте этому важному органу качественно жить, любить, творить. Ну просто биться. Это уже важно. Спасибо. Я надеюсь. Спасибо вам большое за интересный, откровенный такой личный разговор. И есть такое утверждение, что разум слабеет, когда кричит сердце. Так значит, сердце важнее всего. И это не только насос. И в этой тайне мы постарались разобраться. Я надеюсь. Спасибо. До новых встреч.